ребят хочу посоветовать вам пиздатую карту с риком и морти это мой самый любимый мультик в ней есть куча бонус кэшбэков плюшек шлюшек и если не сложно то закажи через мою ссылку в описании это бесплатно займет всего лишь пять минут и я буду тебе благодарен за то что ты поддерживаешь меня и мой канал а теперь погнали к видео всем кискомпис с вами директор и у нас вышла бета-версия давайте посмотрим что в ней новенького все мы знаем то что бабка никак не может заснуть но есть такие случаи где она якобы засыпает с открытыми глазами справа вы видите в эту версию где она просто ходит и никак не может заснуть также она может создавать свой книжный шкаф куда может помещать все свои книги и бумаги и этот шкаф и действует по принципу научки то есть подходишь и с помощью него тебе открываются рецепты и ты можешь создавать те самые вот новые книги книга по выживанию рыболова с ее помощью создаются косяки рыб это кстати очень удобно бывает в идеале ее можно использовать так то есть мы поставим кучу ловушек и прямо под этими ловушками мы и будем спаунить эти косяки рыб и они сами будут туда попадаться в наши сети что очень упрощает процесс рыбалки ну или просто каждый день закидывать спинник и по одной рыбешке так ловить тоже кстати очень интересное занятие книга под названием объяснение пирокинетики делается из книги конец близок это очень удобно если у вас на базе начинается какой-нибудь пожар и вы не можете никак его потушить неважно это летом или зимой или это просто гончие пришли просто книга все потушит за вас а следующая книга называется преодоление арахнофобии это такая боясь пауков книга создает под вами паутинку который не замедляет вас но замедляет любых мобов в том числе даже паучков вы видите как они медленно очень передвигаются но больше всего заметно когда на нас нападает ладья и это очень смешно когда на еле-еле двигается ну что может быть удобно на самом деле в бою или просто отбежать от кого-то а следующая книга называется закаливание это очень имбовая вещь и вам точно пригодится это зимой когда неожиданно наступила зима или лето она повышает вашу температуру до 35 градусов также вы можете создать книгу с красивым названием это вечный свет что он дает до дает вечный свет вот такой вот лучик света вскакивает это знаете когда вы переза ходите в мир и у вас освещенная местность вот тоже самое только по сути это навсегда это очень удобно будет в битве с кременными боссами эта книга по сути заменяет посох призывателя звезд вы можете осветить хоть всю базу хоть весь мир вы можете осветить у вас всегда будет свет это очень имбово а еще бабка может управлять погодой мать твою погода с помощью этой книги под названием практически ритуала дождя она может вызывать дождь и также его останавливать зимой понятное дело то есть она не будет вызывать дождь она будет вызывать это будет очень удобно когда у вас лето осень или весна и вам нужно вызывать дождь намочить свою цель и убить босса и с помощью этой книги вы обязательно сможете это сделать это конечно вот такая имба ой 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 но вы сейчас конечно обалдеете вот эта книга это что-то нечто в любой день в любой вечер ночь не важно если у вас полноуние или нет с этой книгой у вас она всегда будет хоть каждую ночь вы можете делать полноуние это что-то за гранью безумия это что такое овощи это слишком имбово еще одну книгу добавили это заметки пчеловода вы сможете с помощью этой книги призывать до трех пчел это очень клево потому что они будут как ваши союзники они будут вас защищать они будут атаковать это очень клево ну и конечно же я не мог не попытаться создать свою армию пчел кстати их можно создавать по сути бесконечно я даже не знаю какой здесь лимит вот такая большая армия у меня даже в голове появляется куча тем можно сделать такие видосы такую тематику что я собираю большую армию пчел и убиваю там каждого босса в принципе не знаю прикольно быть но к сожалению на свою же пчеломатку они не будут ее атаковать все чего которых вы призвали будут атаковать именно вас если вы нападете на пчеломатку ну я уже это протестил так что вам не советую это делать а так это имба конечно следующая книга которая доступна с самого начала под названием энциклопедия всего который позволит вам обладать всеми знаниями алхимической машины то есть вам не нужно будет уже создавать алхимическую машину понимаете да ибо а здесь смотрите так у нас была книга садоводство которое позволяло растениям вырасти на всех градках то есть это мгновенно это очень клево это мы все знаем все заебись но вот есть еще одна книга садоводство 2 часть который включает себе первую книгу да по сути эффект такой же но использование 5 то есть на 2 больше в принципе я может быть немного не догнал для чего еще нужна эта книга то есть они просто сделали еще одну книгу только на два использования больше и все поясните мне в комментах если я как-то не прав или вы как-то догнали об этом а я нет вот и то же самое с этой книгой да то есть у нас есть обычная книга света которая позволяет вот такой лучик света там при использовании а здесь уже 5 использований эффект точно такой же качи в комментах напиши и все да поясни мне если чё с бабка мы закончили теперь давайте посмотрим что у ворта добавили и что ему изменили теперь когда мы прыгаем у нас появляется небольшое кд на 5 секунд если мы в течение этого кд успеем еще один раз прыгнуть то у нас потратится всего за два прыжка одна душа это как акция в магазине 2 по цене 1 2 души по цене 1 кстати души восстанавливают 25 сытости а было у нас 18 ну а когда мы души опускаем на землю мы соответственно химимся это мы уже знаем да но добавили то что наш интеллект также повышается ну не намного но чуть-чуть повышается тоже прикольно а эта информация для тех кто любит убивать клауса плетью или для вам кто играет за ванду с помощью будинных часов на большом дистанции через багаюз убивать его он теперь будет проходить сквозь мешок и не будет стрелять все конец магаюзом ну и на десерт я оставил самое вкусное самое имбовое имбовое имбак что здесь есть в этой беты версии что нас ожидает в обновлении это мать его прыжок через мать его всю карту вы понимаете это жесть в любую точку карты мы можем прыгнуть телепортироваться за мгновение главное чтобы у вас просто души были то есть он может прыгнуть на такое расстояние сколько у вас есть душ допустим если есть 20 душ значит вы можете прыгнуть на 20 экранов это жесть это ибо это я не знаю у меня нет слов все давай я ваху все давай пока удачи всем пока